Руководители управляющих компаний будут сдавать экзамен на знания жилищного законодательства. В настоящее время в области создана комиссия по лицензированию. В ее состав вошли люди из разных отраслей – члены общественной палаты, представители некоммерческих партнерств, ССЖ, областной думы, других организаций. В регионе зарегистрировано 56 действующих управляющих компаний. Все они до 1 апреля текущего года должны подать заявление на лицензирование своей деятельности. Если они не сделают этого вовремя, то весь жилищный фонд, которым они управляют, будет выставлен на аукцион. Квалификационный экзамен руководитель, генеральный директор или работник управляющей организации имеет право сдать в любом регионе РФ – в центрах по подготовке либо в государственно-жилищных инспекциях. Однако лицензия выдается только на территории Курганской области. Срок ее действия – 2 года. Пробную проверку руководителей управляющих компаний за Урале провели еще в ноябре прошлого года. Проведено было совещание, в котором рассказали о необходимости и всех вопросах, которые будут возникать в связи с получением лицензии. Кроме того, они попробовали себя и протестировали каждый руководитель на знание жилищного законодательства. Ну, вот по первоначальным оценкам, значит, достаточно неплохие показали результаты. Двоечники будут отстранены от своей работы. Начальник государственной жилищной инспекции Курганской области отметил, новая система поможет провести генеральную чистку в сфере ЖКХ. Те, кто недобросовестные, которые занимаются только сбором средств и ничего не делают для содержания жилых домов, они должны в результате этой работы покинуть рынок управляющих организаций, ликвидироваться. Еще одной темой, которую обсудили на пресс-конференции, стал вопрос капитального ремонта многоквартирных домов. Согласно изменениям в ЖК, с декабря 2014 года собственники помещений в многоквартирных домах обязаны платить ежемесячный взнос на капитальный ремонт. В Курганской области для этих целей утвержден тариф 6 рублей 97 копеек за один квадратный метр жилья. В настоящее время из 3892 домов, которые включены в региональную программу по капремонту, 3280 домов определены на счет рекоператора. Остальные выбрали спецсчета. Программа утверждена на 32 года. Фактически, первые работы начнутся только в 2016 году. Текущий год станет периодом накопления средств. Причем, чем старше дом, тем раньше он попадет в программу и будет отремонтирован. Жильцы вправе сами принять решение, какую часть дома им необходимо отремонтировать в первую очередь. Елена Швецова, Глеб Печорских, Андрей Бахарев, информационное агентство Курганру.